друзья привет сегодня взял наконец-то свою любимую фк-систему давно и не брал подождал пока утопчется и взял ну и подрезал часть тмк который брал вчера небольшую ну а что делать шевелиться надо позиционно выводить в плюс только в плюс только победа по тмк ой по афк-системы как я уже говорил я это мы самолюбимая компания почему потому что фундаментально она очень привлекательно очень привлекательно людей пугает ее долг потому что они смотрят на долг смотрит на капитализацию считает долг по отношению капитализации системы вот я считаю немного по-другому я считаю отношение долга к активам которые принадлежат всей системы и тогда картина кардинально другая и с обслуживанием долга все очень хорошо то есть грубо говоря если у вас ипотека там на 100 тысяч и вы зарабатываете 100 тысяч вам будет проблема обслуживать долг как 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 уменьшила подобные проблемы если у вас там ипотека там 100000 а зарплата там 300 тысяч дали 400 тогда никаких проблем услуги долго нет поэтому на смотреть же обслуживание долга как происходит а не просто долг ну и соответственно отношение долга к активам а не капитализации именно самой головной компании вот по активам сегежи я считаю все очень хорошо озон развивается очень стремительно открывает новые логистические распределительные центры мидси вообще вошла ну не вошла стала самой крупной компанией но по версии forbes медицинской в россии бина фарм тоже очень хорошо развивается планирует выходить на зарубежные на рынке citronix это вообще моя любимая дочка афк системы так как там очень перспективные направления высокие технологии и сюда на электрической тяги то есть был и наблюдается ну был помните бум да этих электромобилей сейчас они просто входят нашу жизнь то что суда еще есть морские речные на электрической тяги это многие пока упускают но вот одна из компаний других и в принципе даже не знаю кто еще этим занимается в россии по крайней мере это вот развивать это направление что там еще у системы агрохолдинг степь ну тут очень все круто вообще агрохолдингом я уделяю отдельное внимание очень жду ее на и пио агрохолдинг степь ну и плюс выигрывает от того что россия заключила соглашение с некоторыми странами по ставкам пшеницы степи там точно цифра не поровну но около миллиона тонн по моему год производит надо поставить новые данные не помню так за головой говорю что что помню по системе я в принципе так говорю без подготовки на сколько потому что блогерство это не моя основная деятельность выйду скажу и уйду дальше на рынок заниматься рынком основная деятельность это рынок вот ну на примере своего небольшого портфеля одного из я показываю как все это работает так что там еще у системы мтс тоже выручка растет он т.с. ну хоть немного но растет экосистему тоже мтс развивает сегежа до проблемный актив с обслуживанием долго там проблемы но производство мощности кстати у сегежа растут но смотреть надо в комплексе системы это же целая система да и соотношение динамично развивающейся компании эталон кстати тоже хорошо развивается системы там много там про стену можно очень долго говорить соотношение динамично развивающейся компании компании которые испытывают некоторые проблемы в пользу первых и соответственно систему я беру часто и большим удовольствием ну давайте к вашим вопросам к вашим вопросам вопрос такой написали что селегдар должен втб 8 тонн золота из-за того что цена золота растет на акции селегдар падает это бред или нет по первой части вопроса селегдар выпускает облигации номинированные в золоте и и можно сказать что а его долг привязан золоту вот и ну так принципе выразиться можно а вот то что акции падают то что цена золота растет это хорошо для селегдара получать от этого выручку поэтому и прибыль поэтому цена должен выиграть то что у него долг золоте ну и что долг золоте отдаст уже забывать золото уже не все золото да и так у него да у него облигации золотые облигации так сказать это относительно новая такая история на рынке и это одна из точек роста селегдара следующий вопрос антон как поступаешь с акциями перед дивом если позиция в небольшом плюс 12 процента продаешь или идешь диве или идешь в дивы я в дивы не очень люблю но вот допустим на селегдаре пойду в дивы да потому что он у меня в минусе я позицию там в пиратах там бывают какие-то иногда продажи в небольшой минус но в активном как все 20 только в плюс все продаем отвечает на 20 в этом блоге пират вообще другая система вот соответственно я не могу его продать потому что он в минусе соответственно пойду на дивы да пойду на дивы получу как говорится паршивая овцы хоть шерсти клок компания нормально можно пересидеть это не знаете это не в спб бирже застрять и и думать что там будет с компанией нормальная компания ну где-то буду добирать это буду продавать ну надо не покупать всякое г и по и тогда спокойно можешь подождать и выводить позицию плюс проблем с этим не будем если только ты не превышаешь запустимую долю то есть параметра основных два не покупай всякий мусор покупать только те компании в которых ты уверен которых которые ты любишь за то что они имеют хороший потенциал роста ясный потенциал ясные точки роста и не покупать много если вы одно из этого нарушили тогда у вас нервяк будет вот спрашивают антон фармсинтез похоронили совсем вопрос сразу процент попал у меня стоп не ставила доля 128 обидненько что делать ну хотя бы доля небольшая уже радует почему падает так они долг у долг там собирается сделать еще неизвестно какая она будет поэтому не станет просто не беру всякой всякие мусорные компании зачем нам не надо да ну бывало такое что я из жадности виде как они сильно растут желаем не заработать брал эти ну как правило что заработал то потом и за минусовал на таких компаниях поэтому какого-то стабильного там заработка я не вижу на таких на таком шлаке у меня есть стратегия торговли именно шлаком так сказать но на крипте если уж торговать шлаком то мне тогда уже не интересно и по 10 процентов хождения на крипте по 20-30 процентов хождения если уж до шлаком торговать а если хочешь а фондовый рынок мне зачем фондовый рынок это формирование капитала грубо говоря там если ты копишь на квартиру там или там на машину или там у тебя цель ипотеку закрыть да то фондовый рынок тебе может помочь да ну то есть это просто не ты копишь ты можешь копить на квартиру с меньшей скоростью чем они дорожают понимаете или машины а фондовый рынок просто помогает накопить ты копишь и она сверху еще ты копишь на сверху потихонечку помаленечку вышел из-высь-высь а все эти и туда-сюда но это сегодня пан завтра пропала ну если хочется поиграться я на крипту веду играешь фондовый рынок это вообще про другое такая копилка который приносит еще денег если ты покупаешь нормальные хорошие компании крепкие компании вот допустим парит ли меня что селегдар падает или там что система падает или что полюс или там что мтс там вот компании многие падают сейчас но нет почему да потому что во первых меня их немного да и не превышаю допустимую долю памятник компании но про активный говорю другая история во вторых ну хорошие крепкие компании ну попадают попаду доходе год они будут пальцы рунг потом отрастают в большей части если ты нормальной компании покупаешь ну вот я не помню что можно но я что-то выводил в плюс год но это что-то из ряда вон выходящее следующий вопрос в мечел отскок или разворот мечел мечел такая спекулятивная очень история то есть для инвестиции я ее не рассматриваю для спекуляции да с пиратами балуемся мечел в активном в инвестиционном портфеле вот мечел долг большой понимаете что такое большой долг это это же воспринимается как ты его можешь гасить этот долг справляешься ли ты с погашением долга или он неподъемный для тебя для системы вообще тьфу а не долг у мечела он гнется под этим долгом все никак не может разобраться суды у него идут ну не может он компания тащить этот долг понимаете вот что такое большой долг совсем разные вещи долг системы долг мечела во первых система оценивать надо компания вот такая вот в сама головная компания по сравнению со своими у нее доля в мтс стоит больше чем сама сама система а чем не кроме мтс сколько еще всего и люди просто ну неправильно соотносят соотношение долга к компании а вот уменьшила дачу у него там мечел мечел потом есть там какие-то подразделения но в основном это вот он есть там огромнейший долг если соотношения и обслуживание поэтому уменьшил я в инвестиционный рейтинг не добавляю поспекулировать погонять в пиратах туда-сюда можно в активными потому что прежде всего это называется активного инвестирование активное на втором месте вместе жмена первым ну и какие-то моменты я озвучу своем телеграм-канале вообще движение по рынку движение по своим портфелям движение по сделкам некоторые движение по происходящим каким-то момент в компании поэтому ссылка на телеграм будет в описании переходите буду рад вас там видеть и там же можно там задавать вопросы в основном отвечаю я на вопросы которые с телеги если есть возможность еще и из ютуба что успеваю говорю но если вдруг вы не увидели ответ на свой вопрос значит он либо затерялся либо видео уже получилось большим я большие видео не люблю записывать поэтому просто продублируйте его в следующем видео постараюсь на него ответить всем пока